Новое послание президента активно обсуждают и сотрудники во всех коллективах, и пенсионеры на лавочках, и студенты, и даже школьники. Реформы, которые предлагает проводить Нурсултан Назарбаев, коснутся каждого казахстанца. Готовы ли к выполнению президентских задач в северном регионе, узнала наша съемочная группа. В последний день осени представители сферы образования и медицины получили приятную новость. С 1 января вырастут зарплаты учителей и врачей. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем послании народу. Казахстан в новой глобальной реальности, рост, реформ и развитие. Будет повышенная зарплата работникам здравоохранения в среднем на 28%, образование на 29%, социальная защита на 40%. Напомню, прямая трансляция выступления лидера нации шла по республиканским каналам. 30 ноября за ней следила вся страна. У экранов с телевизора в этот день собирался и коллектив областной больницы. В послании президента прозвучало красной нитью применение государственно-частного партнерства во всех сферах. Конечно, будет очень здорово, если бизнес будет применять свою стратегию, свое мышление, свои ресурсы в социальной сфере для общего блага, для развития эффективности услуг. Сейчас я знаю, что есть уже хорошие готовые проекты государственно-частного партнерства. Я думаю, что это прекрасный синтез бизнеса и государства. Во время глобального экономического кризиса новое послание президента своевременно и актуально, считают североказахстанцы. Сегодня нашу страну знают, уважают во всем мире. Сейчас важно сохранить достигнутое. А для этого у каждого казахстанца должно быть желание работать, подчеркнул Нурсултан Назарбаев. Возможности для этого в стране будут. Если действительно образование на рабочей профессии будет бесплатное, то сколько молодых людей пойдет, чтобы получить действительно первую основу в своей взрослой жизни и потом дальше уже продолжить работу или на предприятии, или дальнейшее обучение. Это очень здорово. В новом послании президент, как всегда, затронул развитие практически всех сфер экономики. Главное, что должно быть у казахстанцев, это стабильность. Достичь ее можно в единстве и согласии, говорит Нурсултан Назарбаев. Ирина Панфилова, Михаил Казначеев, Владимир Боровков. Новости МТРК.